Все произошло так, как мы и предполагали. Ровно через неделю после того, как Элишер выложил пластинку Million Dollar Happiness, он выпускает еще один релиз, и при этом без какого-либо предварительного пиара. Не было ни анонсов, ни сниппетов, ни даже слитых обложек. Плюс сам рэпер сообщил о выходе второй работы за час до дропа. Давайте же разберемся, о чем Элишер читает на релизе Million Dollar Business, и точно ли это последний альбом. Тут не все так однозначно. Но перед тем, как мы начнем, хотелось бы сообщить вам крутую новость. Вчера из базы многих компаний слили 23 тысячи служебных промокодов крупнейших сервисов. Среди них купоны на бесплатную еду в KFC и McDonald's, YouTube Premium пожизненная подписка, ВК-бум подписка до 2023 года, промокоды Яндекс.Такси на поездки за 1 рубль, и наконец Spotify купон на 3 года бесплатной подписки. И это далеко не все. Там есть еще очень много крутых промокодов. По ним сервисы бесплатные. Это отчаянная халява, друзья. Срочно заходите в телеграм-канал Поблату, ведь именно туда все это слили. Ссылку я оставлю, как обычно, в описании. Активируйте промокоды, пока все еще не разобрали. Ну а мы начинаем, поехали! Круто же выпустить альбом-обманку, в которой скрывается нечто большее, а затем настоящий альбом, говорил Бахти, руководитель лейбла Atlantic Music Russia, который издает музыку Моргенштерна. Но одно но. Он говорил это в прошлом году о промо-компании ЛСП. Затея с выпуском двух альбомов подряд уже превратилась в мем среди поклонников русского рэпа. Фанаты ждали настоящего альбома от Оксимирона после того, как он выпустил Горгород, ждали и от Скриптонита. Когда выпустив Праздник на улице 36, он говорил, что этот альбом не то, чего все ждали. Тоже о сказке про трех поросят, которую первый выкатил Олег ЛСП. Кстати, именно эту историю мы припоминали в нашем обзоре первого релиза Алишера, и все пошло как раз таки по этому плану. Таким образом, Моргенштерн будто ставит себя в один ряд с упомянутыми выше людьми, вполне себе лидерами сцены. Была же когда-то в американском рэпе концепция, что артист, претендующий на статус классика, обязан выпустить двойной альбом. У нас в рэп-игре эта тенденция, видимо, выглядит как только лучшие могут замахнуться на выпуск двух альбомов подряд. По всем параметрам на бизнес, нет пьяных фристайлов под гитару, пьяных фристайлов в стиле Детройт-рэпа и песен от рыжек. Вместо того, за что хейтили вышедший на прошлой неделе альбом, брезгуя просто с ним ознакомиться, и за то, что другие называли этот релиз гимном Абсолютной Свободы. Если прошлый альбом был выходом Алишера, Клоуна и Шоумена, то это представление Моргенштерна-хитмейкера. Здесь намного больше песен, которые имеют шансы закрепиться в чартах, остроумных панчлайнов и въедающихся припевов. Когда говоришь про этого артиста, от подобных заявлений лучше воздерживаться, но после Хэппинис этот альбом производит впечатление работы, над которой постарались. И видимо в этом и заключается та концепция, которую обещал нам Моргенштерн на своих многочисленных стримах. Я не знаю, что мне делать после такого. Я не знаю. Я не знаю, что делать вообще всем музыкантам мира после такого. Потому что это, вот это, это невозможно. Это невозможно переплюнуть. Это вообще, это не может существовать. Это из другого мира. Что? Все, господа, в общем, не буду ваши ожидания завышать. Просто после того, как альбом выйдет. Да ничего, мне ничего не надо. Я и так все знаю. Удачи. Нам, однако, кажется, что и этот релиз вовсе не последний. Все еще есть надежда на третий релиз исполнителя, где мы наконец увидим фиты. Ведь на двух вышедших пластинках их нет совсем. И у нас есть подтверждение этой теории, но о ней чуть позже. Сейчас давайте пробежимся по трек-листу и разберем некоторые отсылки. Первый трек Ола-ла. Первый же трек, и мы тут сразу наблюдаем особенность всего релиза. Тут довольно мало отсылок, которые можно было бы разобрать. Почти каждый трек получился личным, что для Альшера крайне несвойственно. Если отсылки и есть, то они сильно зашифрованы. Как, например, вот это. Это немного переделанная строчка Яникса из трека Лариса. К слову, привет Яниксу Алишер передавал еще и на предыдущем альбоме. Видимо, все же уважает старую школу отечественного трэпа. Второй трек Аристократ. Его сливали еще до релиза Миллион Доллар Хэппинес. Тут нужно сказать, что и этот трек спродюсирован битмейкером Гриди, который появлялся на прошлом альбоме Алишера три раза. Видимо, формируется что-то вроде нового тандема, потому что бит от славы на альбоме только один. На момент выхода трека Алишер действительно находился на хайпе уже третий год. Если отчитывать его музыкальную карьеру от дебютного рок-альбома до того, как стал известен, дебютного рэп-альбома «Улыбнись, дурак» и прорывного сингла «Новый Мерин». Алишеру каждый год говорят, что сейчас его хайп пропадет, но он все же держится на плаву, как бы потрунивая над своими хейтерами. Далее перейдем к треку «Убло», в котором особых отсылок нет, кроме, пожалуй, одной. Моргенштерн в первой строчке кодирует тройной смысл. Во-первых, на первом это значит «на первом месте», а Алишер, если смотреть на чарты, довольно часто там бывает. Во-вторых, на первом это зауалированное название кокаина. И в-третьих, на первом это «на первом канале», куда рэпер приходил со славой. Случалось это на шоу «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся». Ну а про папу, который едет в ресторан «Кайф», я думаю, нет смысла пояснять, ведь «Кайф» это собственный ресторан Моргенштерна, который он открыл в центре Москвы. Ну и, наконец, трек «Убло», это единственная песня в альбоме, записанная на бит от славы. На прошлом альбоме этой теме была отведена пара скитов, в которых Алишер тосковал по своему музыкальному компаньону, а Слава говорил, что отношения у них уже не те, да и соль на карьере надо время уделять. И вообще, песня, которую Слава спродюсировал, получила название «Последний бит от славы». Не последний, как оказалось. Четвертый трек альбома «Номинала». Этот трек примечателен только своим интро, где Алишер отказывается от корпоратива, потому что за него ему предлагают всего лишь миллион рублей. Сколько? Ну, миллион рублей найду. Ты че еб***ь? В остальном в треке нет ничего особенного, кроме, конечно, классного припева, но на нем отдельно останавливаться нет смысла, поэтому перейдем к следующей песне – GTA. В этой песне есть сэмпл из самой компьютерной игры GTA, если конкретнее, то из Сан-Андрес. В финале трека звучит отрывок из новостного телесюжета, а в избуждении против Моргенштерна – дело по поводу пропаганды наркотиков. Если уж говоришь, что ты рок-стар, то будь готов, что и судебных разбирательств у тебя будет не меньше. Моргенштерн не признает вину по делу о пропаганде наркотиков. Об этом заявил адвокат рэпера Сергея Жорина. Кстати, недавно Алишер показывал, как он готовится к суду вместе со своим адвокатом в сториз. Шестой трек мы пропустим. Скит от битмейкера VS Battle Video говорит лишь о том, насколько Моргенштерн крутой. Этого достаточно и в седьмом треке под названием «Папинтанг». Восьмая композиция получила название Денера, что отсылает нас к роке, до которой первым в игре начал популяризировать это слово, обозначающее испанскую валюту. В треке же Моргенштерна можно услышать следующее. Артист, который обожает рассказывать, сколько он зарабатывает, не мог не вставить в трек фрагмент из интервью с журналистом, который любит об этом своих гостей спрашивать, Юрием Дудем, но это не все отсылки трека. В этой строчке Моргенштерн отсылается к треку «Биг Бэби Тейпа» под названием «Сюрнейм», где Егор читает «Моя имя Тейпа, фамилия на бабках». Трек этот в свое время был хитом. Моя имя Тейпа, фамилия на бабках. Моя имя Тейпа, фамилия... Ну и еще одна отсылка из трека «Донеро». Это очевидный реверанс в сторону славы Мерлоу, который порой выстреливает сильнее, чем Моргенштерн своими треками. Некоторые песни славы, например, снова я напеваю, сдержались на первых позициях чартов рекордное количество недель, часто обгоняя по стримам Алишера. К слову, именно на этом треке появляется намек на то, что нас ждет еще один релиз в будущем. Как известно, за альбом Алишер попросил миллион долларов, а читает в тексте Омпра 3 миллиона. Возможно, лейбл заплатил ему по миллиону долларов за каждый релиз, тогда нас точно ждет третья пластинка, которая замкнет эту трилогию, так тщательно подготовленную для нас Алишером. Именно на ней мы и должны услышать все те долгожданные фиты, которые не появляются ни на первой, ни на второй пластинке. Что ж, будем ожидать. Девятый трек релиза — это «Мания», и вот что можно услышать в песне. В общем, ничего особенного, поэтому перейдем сразу к композиции под названием «Я на таблах». Вот вы все еще думаете, что Алишер пропагандирует употребление запрещенных веществ? Как бы не так, он информирует подрастающее поколение об их угубительном влиянии и говорит о таком эффекте в нескольких песнях. Например, в этом самом треке, где рассказывают, что из-за таблеток бывают проблемы с эрекцией. Вообще, в текстах есть очень много упоминания наркотиков, но в интервью Дуде Олишер рассказывал, до чего они его довели. Поэтому предупреждаем, наркотики — это зло, которое может сломать вашу жизнь. Еще у меня есть случаи, как даже артисты некоторые, которые полностью въебали себя из-за психоделиков. Это опасно, это опасно. Когда последний раз такое дерьмо в тебе было? Грибочки? Ну, наркота укрепче моих вам. А, вообще про все, когда мы имеем в виду? Да не знаю, не знаю, что это было. А, прошу, окей. Кокаин? Нет, не в кокаин. Для, какая-нибудь слишком ароматизированная. Мы, нормальные пацаны, любим, когда еб... Поэтому штука, не федрят. У меня была такая, знаешь, штука, когда я нажираюсь очень сильно. И мне хочется, ну, окунуться полностью в эту грязь, нахуй. Мне хочется просто в организм свой, развиваться. И все, и тогда я вот нахожу какие-то варианты, наруливаю и... Но сейчас этого уже нет. Короче, я почувствовал, насколько меня меня убивает. Вот надеюсь, однажды с алкоголем тоже это пойму, потому что пока не понял. Вот с порошками я понял, насколько меня это убивает. Недавно у меня уже случился мой первый передос, когда скорая приезжала откачивать. Это когда? Ну вот тоже в районе двух месяцев назад. Прям вот на ваш дом приезжал скорая? Угу. Да, у меня тогда была... Ну, короче, высокая вероятность... Что это такое? Правда, говорит? Да, ну, три месяца назад где-то. Короче, я помню, я тогда монтировала клипка дела, блядь. Да-да-да, вот. И этот... Ну, короче, сначала вызывал капельницу, блядь, она меня прокапала. Сделала все зонеры, говорит, ну, у тебя сейчас, по-моему, сердце станет нахуй. Типа, у тебя этот... Корбей. Короче, у меня пульс 170-140, 170-40. Давление 220 нахуй. Норма это сколько, блядь? 120, по-моему, да? Да, 120 на нас. То-со-со-со-со-со, у меня 220, блядь. То-со-со-со, то-со-со-со-со-со-со-40 пульс худеющий, говорит. Ну, тебе вообще инфарк ебанят нахуй. И еще скоро приезжала вставила. Откачивала уколечки дело. Брати понимаешь, что человек придется? Ну, это честно скоро, да. Я сразу сказал. Ну, в общем, касательно порошков, я понял, насколько меня это убивает. И, типа, сейчас я даже, когда нажираюсь в говнище, у меня даже мысли мельком не возникает, взять себе что-то понюхать. Вот, то есть, просто отбила. И, чтобы отбило желание, пришлось вот почувствовать на себе весь вред. Вот, и однажды я думаю, алкоголь меня, знаешь, ка**, после чего я перестану. Как дела себя ведет, когда ты убиваешь порошок? Ей очень не нравится. Ну, она очень на меня ругается. Но, остановить не может. Хочется, мне может, остановить, я же... Получалось, у меня образ сломается. Я крутой, типа. Бить начну сейчас. Ну, да, она на меня очень сильно ругается. И я не люблю, когда она на меня ругается. Ты понимаешь, что большинство мужиков задают простой вопрос. Откуда у него 8 кубиков на прессе? Откуда у меня такая идеальная фигура, при том, что он, видимо, балуется наркотой? Как можно взор совмещать с веществами? И с алкашкой, и с вот этим. У тебя 6 тренировок в неделю. Сейчас я переехал, сейчас я расслабился, блядь. Но, вообще, да, раньше не башал. Как можно башать штангу днем, а... Утром йога, вечером дорога, нет? Все очевидно. Одно другому не мешает, я бы так сказал. Одно и не способствует ничего, ничему, блядь. Я, наоборот, когда начинаю бухать, я раздуваюсь, разжираюсь, опухшая ебала, блядь, начинаю жирать. Не, это вообще не помогает. На порошке, да, можно подсушиться, блядь. Но это так работает, что, типа, ты сушишься, а потом в 2 раза больше все жрешь. Поэтому это, типа, уважаемые девочки, не худейте на порошках. Это все полно... Вот, и это очень-очень опасно. Но на этом не все. Далее в песне «Я на таблах» есть вот такие вот строчки. Тай завет меня, Оксимирон. Она реально верит, что я он. Ничего серьезно? На миллион доллар хэппинис в одном из треков он тоже упоминал Мирона Яновича. Там он сравнивал себя с технично подкованными Эмси, но читал специально максимально коряво. Как тут не вспомнить прошлогодний трюк Моргенштерна, который он провернул на премии GQ, когда слово в слово повторил речь Оксимирона, произнесенную на церемонии того же издания 10 лет назад. 99% тех, кто сидит в этом зале, не знают, кто я такой. 99% из тех, кто сидит в этом зале, не знают, кто я такой. Я думаю, что и 90%... Слово это очень понравилось Славе КПСС. Угар, который он с GQ провернул, не мог бы существовать без нас. Говорил Слава, я очень угорел. Десятая композиция на альбоме получила название «Когда нас отпустят». Когда нас отпустят, хочется за все чувства. Это необычный, лиричный и серьезный трек в исполнении Алишера, который появляется один единственный раз на протяжении двух альбомов. Хоть особенных отсылок в нем нет, кого-то он может заставить даже всплакнуть. Следующая песня в трек-листе это «Пулап». На ней мы не будем останавливаться отдельно, лучше сразу перейдем к завершающему треку под названием «Я когда-нибудь уйду». В финальной песне есть намеки на то, что от бесконечных скандалов и внимания к своей персоне устает даже такая хайп-машина, как Алишер. Он называет рэп-сцену Шапито, а себя в ней главным клоуном. Похоже, это тот случай, когда и хейтеры, и фанаты могут трактовать эту строчку каждый по-своему. К слову, в конце этого трека можно услышать начало битая из песни «Шоу», что как бы замыкает кольцевую композицию. Только вот нам не кажется, что это конец, и мы уверены, что услышим третий релиз, наполненный фитами, возможно, даже с зарубежными звездами. Вообще, если говорить про миллион доллар бизнес, нужно сказать, что он получился довольно качественным. Счетчики прослушиваний вновь вращаются с дикой скоростью. Если прошлому альбому понадобило всего 15 минут, чтобы набрать миллион стримов на плейлисте ВКонтакте, то у бизнеса на это ушло на 10 минут больше. Ну и ладно, тот альбом многочисленные фанаты Алишера ждали больше года, а этот всего пару часов. Моргенштерн спалил свою затею всего за день до премьеры. Кстати, идея с двойной обложкой тоже прикольная. Другой вопрос, как это будет обыгрываться при появлении третьего релиза. А на сегодня у нас все. Как вам релиз, и что вы думаете насчет появления третьей пластинки? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Бивай Би Пи Эм. Меня зовут Дмитрий Толченов, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok